Торчащая арматура, открытые люки и свалка. Место с дурной репутацией. Место таунхаусов – пейзаж из фильма ужасов. Уже много лет жители Барвихи ждут перемен. В суде администрации округа удалось добиться справедливости. По решению, закрытое акционерное общество должно навести порядок на территории. Но ВОЗ и ныне там. Однако исполнительное производство прекратили. Это решение оспорили. И сейчас дело снова возобновили. Судебные приставы держат ситуацию на контроле. Мы ожидаем, что 30 октября – это максимальный срок. Мы сейчас установили эти работы. Может быть, в концу лета получится завершить эти работы. А в отношении того пристава сейчас проводится служебная проверка, в смысле, собственно, безопасности. И, соответственно, тоже будет решение. Если один участок забросили, то на другом создали товарищество собственников. Организовали ТСН. Юридический адрес ТСН в квартире у председателя. Но они на этом участке говорят просто самопрасно. Они выгоняют всех. В основном, это мам-одиночек, кто не может в себя постоять. И захватывают эту землю себе. Пользуются не только землей, но и водоснабжением за счет жильцов соседнего дома. Законность этих действий теперь предстоит проверить правоохранительным органам. По итогам этой беседы мы планировали подготовить обращение в наш ОВД, для того, чтобы они провели проверку. И, соответственно, я думаю, что это уголовное ответственность. Давайте. Мы тоже земля российской федерации. Безусловно, конечно же. Тем, кто сейчас. А то, что этим товарищам не достанется земля российской федерации, это 100%. Мы можем максимум усилий, чтобы здесь всем по заслугам. Организация кругового движения и мест для парковки вблизи Барвихинской школы также обсудили на выездной администрации. Проект будет детально проработан. Не остался без внимания и вопрос обеспечения местных школьников питанием. Глава округа поручил усилить за ними технологический контроль.